Новости в эфире, в студии работает Алмаз Ашим. Здравствуйте! И темы разные назову несколько. Очередное новшество в среднем образовании. Почему Минпросвещение решил исключить английский язык из учебной программы первоклассников? И что подскажет? Пережившая пандемию туристическая отрасль постепенно оживает. Но говорить о полном восстановлении еще рано. Сферу туризма ждут новые потрясения. В начале выпуска про эпидситуацию. За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2414 положительных ПЦР-тестов на коронавирус. Лидируют Нур-Султан Алматы и Карагандинская область. И также напомню, что столица по-прежнему в желтой зоне, а оставшиеся регионы в зеленой. Другим темам казахстанские школьники больше не будут учить английский язык в первом классе. Новшество коснется детей, которые впервые сядут за парту. Напомню, в 2013 году английский язык впервые вошел в программу обучения первого класса. Почему дисциплину решили исключить спустя почти 10 лет, в этом вопросе попыталась разобраться Гульнара Ерманова. Изучение английского языка в первых классах ввели в Казахстане в 2013 году. Тогда же планировали оснастить младшее звено лингофонными мультимедийными кабинетами. Занимавший в то время пост главы Минобразования Бахаджан Смогулов делился амбициозными планами. Мол, все это поможет совершить прорыв в изучении английского языка. Почти 10 лет назад при нововведении ссылались на международный опыт. В нынешнем Минпросвещении также ссылаются на тот же зарубежный опыт и исследования. С учетом методологии, проведенного анализа международных исследований, хотелось бы сказать, что обучение в начальных классах языковой политики, оно на сегодняшний день немножко меняется. И считаем правильным, что в первом классе учащиеся должны изучать один предмет. Это родной язык. Учитывая психофизиологические особенности, учитывая те исследования, которые на сегодняшний день мы видим, а также учитывая возраст детей, дети приходят сейчас в школу с 6 лет, мы понимаем, что им это очень сложно изучать сразу три языка. Языковед-профессор Танат Аяпова многие годы исследует вопрос раннего изучения иностранного языка и как раз заканчивает монографию на эту тему. Она давно пришла к выводу, что ребенок в первую очередь должен освоить свой родной язык. И только после того, как сформирован его предметно-пространственный мир, он сможет приступить к изучению иностранного языка. Как специалист английского языка я должна быть заинтересованным, чтобы преподавали английский язык рано. Но как ученый специалист я сильно возражала давно. Изучение иностранного языка основывается на семантике родной речи. Это не значит преподавать английский язык на родном языке. Нет, абсолютно. Многие понимают, окажется так. Если я говорю хлеб на английском языке «брэнд», ему нет необходимости рассказать о значении, сущности этой продукции. Он уже знает о народном языке, что такое хлеб. А на английском языке нам только надо дать произношение и спеллинг, как нужно писать. Сенатор Мурат Бахтиярулы неоднократно выступал за то, чтобы иностранные языки исключили из программы первого класса. Говорит, что исследовал этот вопрос, после чего и подготовил депутатский запрос в правительство. Маленькому ребенку с 6-7 лет, у которого еще не сформирован мозг, приходится учить русский и английский языки, помимо родного. Такого нет ни в одной стране. Я изучал систему образования всех развитых государств мира. Есть только две страны, где двуязычие преподают с первого класса. Со второго класса в четырех странах. Несколько лет назад в Казахстане вели трехязычное обучение. Чиновники были уверены, если школьников будут обучать иностранному языку с первого класса, тогда уже в среднем звене они смогут изучать информатику, химию, биологию и физику на английском языке. На реформу трехязыча планировали потратить более триллиона тенге. Сейчас Минпросвещение рассматривает возможность увеличения количества часов иностранного языка в третьих классах. Но окончательное решение в ведомстве обещают озвучить позже. Бульнара Ерманова, Арман Акшабаев, Хабар, 24. За рубежом иностранные языки начинают учить с начальной школы. Нередко с первого класса. Правда, в этом случае процесс скорее ознакомительный. Систему оценки знаний по предмету вводят постепенно. Кроме того, выбор не всегда падает на английский. Подробнее об изучении иностранного языка в школах за границей расскажет Вероника Боярва. Для французской системы образования иностранные языки являются приоритетом. Если до конца прошлого века детей пытались просто познакомить с английским, то теперь он входит в обязательную программу. 90% местных школьников изучают его уже с первого класса. Объем занятий полтора часа в неделю. Дальше количество уроков увеличивается. И в идеале к концу учебы школьники должны владеть английским на средне-продвинутом уровне. При этом обязательно изучение сразу двух иностранных. И еще столько же можно выбрать по желанию в качестве факультатива. Есть даже опция изучения так называемых мертвых языков – латыни или древнегреческого. В начальной школе основной упор идет на изучение родного языка и математики. Остальные предметы идут в больше вознакомительной форме. Например, английский язык. Он преподается больше на уровне факультатива, без учета оценок. Но к концу окончания начальной школы можно сказать, что дети владеют каким-то базовым набором слов, но совершенно не изучают грамматику. Это все происходит в среднем звене во французском колледже. В Китае английский тоже начинают учить уже в младших классах. Где-то с первого, а где-то чуть позже. Это зависит от региона. По новым правилам в первые годы нет экзаменов и системы оценки по этому предмету. А вот уже с третьего класса языковые экзамены проводят раз в полгода. По итогам теста ученики должны набрать как минимум 60 баллов из 100. Сдавать предмет нужно и при поступлении в высшее учебное заведение. Раньше школьники усиленно занимались репетиторами вне учебы, чтобы увеличить свои шансы на поступление. В прошлом году такую деятельность ограничили для учащихся с первого по девятый классы. Я думаю, что образование в Китае нацелено на перспективу. Его концепция полностью соответствует реальным потребностям учащихся младших классов. В первую очередь стандарты, качество и контроль образования очень высокий. Сейчас детям значительно уменьшили объемы домашнего задания, поддерживают их физическое здоровье. Мне кажется, нынешняя система позволяет детям расти и учиться в счастливой и радостной атмосфере. Только так можно сохранить здоровье и повысить способности ребенка обучаться новому. В Турции в приоритете изучение государственного языка. Однако иностранный вводит уже на втором году обучение в школе. В основном выбор падает на английский. Кроме него доступны французский, арабский, немецкий и русский. Некоторые частные школы преподают два иностранных языка одновременно. Там, как правило, привлекают к занятиям носителей языка. Вероника Боярова, Алия Сыздыкова, Батаго Сыргабаева, Эмир Уверт Канагат. Хабар, 24. Часть зернового элеватора обрушилась в Бейруте из-за пожара. Власти закрыли ближайшие улицы в целях безопасности. Информации о пострадавших не поступало. Ранее министр окружающей среды Ливана заявлял, что силосное сезернохранилище может обрушиться в любой момент. Напомню, столичный элеватор уже был поврежден во время взрыва двухлетней давности. Тогда погибли более 200 человек. Почти 600 тысяч пострадали. В Лиссабоне, столице Португалии, вспыхнул лесной пожар. К тушению огня привлекли свыше 400 пожарных, а также 120 спецмашин. Власти города перекрыли дороги. Десятки человек эвакуированы из домов престарелых. Напомню, как и другие европейские страны, этим летом Португалия переживает сильную жару. Температура в разных частях государства превышает плюс 40. По данным синоптиков, три района на севере Португалии будут объявлены красной тревогой из-за сильной жары. Накануне пожар под названием Макинне охватил округ на севере Калифорнии. Неустойчивый ветер осложнял утушение огня. В результате стихийного бедствия выжжено свыше 12 тысяч гектаров. У границ с Орегоном эвакуировано около 2000 жителей. Уничтожены дома и важные объекты инфраструктуры. Губернатор штата объявил чрезвычайное положение в округе. Мировой туризм восстановился почти наполовину от допандемийного уровня. За первые пять месяцев с начала года за границу выехали порядка 250 миллионов человек. Соответствующий отчет опубликовала Всемирная туристская организация ООН. В первую очередь связано это со снятием ковидных ограничений. Но, по мнению экспертов, геополитическая ситуация в мире и инфляция могут негативно сказаться на отрасли. Отмечу, до пандемии туризм составлял 7% от мирового ВВП. В Гренландии рост числа туристов. Многие пакуют чемоданы, чтобы успеть увидеть ледники. Их размеры с каждым годом уменьшаются из-за изменения климата. Арктика нагревается в три раза быстрее, чем остальная часть планеты. Как и во многих других странах, пандемия коронавируса сильно ударила по туристической индустрии Гренландии. Наземный туризм сократился на 70%, круизный полностью был приостановлен. Четверть операторов были вынуждены уволить персонал. Этим летом поток отдыхающих вернулся к показателям 2019 года. Примерно 100 тысяч прибывших. А в 2014 году в регионе планируют открытие трех новых аэропортов. До этого должно стимулировать рост числа отдыхающих. Мы стояли прямо перед ледником и видели, как он разваливается. Это немного шокирует. Я очень ждал этой поездки, чтобы увидеть вечную мерзлоту, пока ее не разрушило глобальное потепление. Один день может быть минус 34, а на следующий плюс один, а потом снова становится холодно. Это не то, к чему мы здесь привыкли. Раньше температура была стабильная. Вернемся к новостям в Казахстане. В будущее с сомнением смотрят жители села Раздольное на востоке Казахстана. В маленьком населенном пункте, в Самарском районе, сейчас почти не осталось молодежи. Очень тяжело с работой, нет нормальных дорог, интернета, поэтому многим проще переехать, чем пытаться изменить положение. Люди говорят, что стали заложниками местного бизнесмена. Жалобы жителей выслушала Аннеля Сембердина. Село Раздольное теперь всего в 16 километрах от нового райцентра. Никогда процветающее, пусть и небольшое, сегодня оно на грани вымирания, отмечают жители. К слову, их с каждым годом все меньше. Из 500 человек раньше, сейчас осталось около 200. Большинство из них – пайщики в крупном хозяйстве. Только вот такой доле люди не рады. Жанебек Рахимжанов с матерью уже пятый год судятся с руководителем товарищества. Пытаются вернуть свои на дело. С 2017 года судимся с СТО «Саршук» и «Агра». Соответственно, в данный момент сейчас исполняющий директор Тухаши Фарман, он всячески препятствует нам. Он игнорирует на наши все требования. В общем, избегает. Тяжело его найти, ссылаясь там. У меня нет с собой печати. Если бы не такие проволочки, из товарищества готовы выйти десятки человек. Было последний раз референдум, что земля народу. Но мы ее не видим, эту землю. И выгоды не имеем, говорят жители. Разве что раз в году получают... Один мешок. Пусть там у тебя 3 гектара или 100 гектар. Один мешок у тебя дробленки. Или 10 литров масла. Хотя назвать подсолнечным маслом черную жидкость язык не поворачивается. Для сравнения в другой компании им предлагают условия гораздо лучше. Он работает с 200 человеками пайщиков. Каждому пайщику он платит 80 килограмм с гектара. Я ему вопрос задал. Если у меня 30 гектар, я буду получать 2 тонны 400 килограмм? Он говорит, да. А в составе нынешнего хозяйства раздольное пришло в упадок. Жалуются сельчане. Интернета нет, связь почти не уловит. Дороги разбиты. Камазы приходят. Остатки, как и были. Камазы большегрузы с прицепами. Они и остатки разбивают. Все идет. И дороги не чистятся. Не ремонтируются и не чистятся. Яма на ямени. Уже страшно ездить. У вас автобусы к вам ходят? Вообще не ходят. Уже лет, наверное, 15. Но главное, в селе исчезают объекты, где раньше работали люди. Вот здесь стояла пилорама. Пилите лес, круглый год продавайте. Строим материал дорогой. А он по-другому поступил. Он взял и на металл. Все. В похожем состоянии кузня, пекарня. Вот так сейчас выглядит пекарня в селе Раздольное. Больше 10 лет люди вынуждены покупать привозной хлеб. А он из-за плохих дорог не всегда оказывается в магазинах. В итоге возникает дефицит, как военные годы. Жалуются люди. А ведь это все имущественные паи сельчан. Вот по факту у нас есть куча пекарни, кузни, пекарни. Это имущественные паи. Они же есть по факту, но на самом деле их нет. И куда-то все делать, куда он все-то продает или что делает, мы не паять и не имеем. Поэтому и вынужденные люди бросать село, где нет работы. Я учился, когда 21 ребенок был в одном классе. Сейчас я прихожу, у меня дочка сидит с третьим классом, соединенные, 4 ребенка. Ребенок маленький сидит слушать за третий класс. Зачем это? Душа болит. Конечно болит. Я учился там у нас, у нас здесь по идее в Раздольном вообще. Вот эта улица была, Курмыш, была молодежная улица. Сейчас что? Все разъехались. Попытались мы найти и вторую сторону в этом конфликте. Но руководителя Саршока Агра дома не оказалось. А по телефону в итоге, после долгих уговоров, от комментариев он отказался. Власти же уверяют, что вмешиваться в ситуацию не могут, хотя посоветовали решить вопрос через общее собрание. В протоколе общего собрания указываются участники, выходящие из состава, указываются площадя, составляется схема земельного участка и далее уже обращаются в местный исполнительный орган по месту нахождения земельного участка с ходатайством о предоставлении им для ведения самостоятельного крестьянского хозяйства. Или же могут перейти в другое. Сельчане же пока обратились в партию Аманат и надеются, что теперь уже в отдельном Самарском районе их проблемы решатся быстрее. Они, по крайней мере, в новом бюджете намерены предусмотреть ремонт клуба и двух километров дорог в Раздольном. Анна Лисенберг, Нечгер Бабаканов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24. Продолжим выпуск. Накануне вечером в Атравской области утонула Аким Мохамбетского района Арина Джанхалыш. Информацию подтвердили в ДЧС региона. Сообщение на пульт дежурного поступило в 22.38. Оно было такого характера, что в селе Ортахшел Мохамбетского района, в реке Урал, при неизвестных обстоятельствах утонула Аким района, 1982 года рождения. На место происшествия из Атрава выехали три спасателя и техника оперативно-спасательного отряда ДЧС. Напомню, Ренат Джанхалыш был назначен на пост Акима Мохамбетского района Атравской области 2 февраля 2021 года. Обстоятельства трагического происшествия устанавливаются. Между тем, неустойчивый характер погоды сохранится в Казахстане. На большей части республики пройдут дожди с грозами. В некоторых регионах возможен град. На севере, востоке и юге страны временами ожидаются сильные дожди и ветер. Синоптики предупреждают из-за обильных осадков в горах. Есть опасность подъема уровня воды в реках Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и области Жетасу. В Казахстанском регионе сохраняется высокая пожарная опасность. Касательно погоды в столице, сегодня температура воздуха днем прогреется до 26 градусов тепла. Пройдет дождь. Спасатели просят также казахстанцев соблюдать меры безопасности на воде. Купаться только там, где оборудованы для этого места. 27 учебных заведений до конца года отремонтируют северо-казахстанской области. На это выделили почти 2,5 миллиарда тенге. Большая часть из них средства из республиканского бюджета по проекту АУЛ Ельбесыга. Капитальный ремонт начали также в Токушинской средней школе, где этой весной произошло ЧП. Там рухнула крыша актового зала. Подробно об этом Кристина Юсичева. Проектная мощность здания на 600 детей. В данный момент у нас обучается 268 детей. В школе учились мы в две смены. При школе вот есть интернат. Прогнившие больше, чем за полвека деревянный пол меняют впервые. Еще в школе будут новые двери и капитально отремонтируют шатровую крышу, которая от старости уже просвечивает. Обновят фасад здания. Ранее в учебном заведении меняли окна и переделали систему отопления. В здании интерната у нас замена пола дверей, окон, вытяжка и в двух зданиях пол крыши. Да, крыши, восстановление крыши. Кокровую крышу ставим. Вот на здании интерната уже поставили крышу. На все работы уйдет почти 132 миллиона тенге. Сейчас главное завершить стройку по плану, чтобы дети вовремя сели за парты, говорит директор школы. До 1 сентября остался месяц, а работы строители пока выполнили на 60%. На данном участке у нас сейчас 25 человек. Так, у нас сейчас по школе полторы тысячи... Ну, 1704 квадрата замены полов. Половину заменили, остался второй этаж. Их кровли. К кровли тоже приступили. Планируем до 25 августа полностью выйти, ну, сдать школу. Параллельно с ремонтом ведутся работы по разбору помещения актового зала, крыша которого обвалилась в апреле. Чудом тогда никто не пострадал. Речи о строительстве нового здания не идет. В школе собственных денег нет. Нужна поддержка районного или областного бюджета. Но и там средства ограничены. Выделенных денег в этом году хватило только на ремонты в 27 учебных заведениях. А заявок сотня. Оно и понятно. Большинство школ региона построены в 60-е годы прошлого столетия. В текущем году у нас выделено на ремонт 27 объектов 2,4 миллиарда в тенге. 20 из них ремонтируются в рамках программы АОЮ-БСГ и 7 в рамках областного бюджета. Аварийными у нас в результате технического обследования признано 3 школы Тайанчинского района. Также в регионе идет строительство двух новых школ. Трехсменных учебных заведений нет. Всего в этом году в Северном Казахстане знания будут получать порядка 75 тысяч школьников. Кристина Юсичева, Тульгин Иманов, Северо-Казахстанская область, Хабар-24. Австралийские ученые оцифровывают миллион ботанических образцов. Если раньше на это могло уйти несколько лет, то теперь благодаря новым технологиям всего 9 месяцев. 100-мегапиксельная камера поможет показать детали, которые не увидеть человеческим глазом. Цифровая коллекция включает даже те растения, которым уже больше века. Позволит сохранить их для будущих поколений, даже если их физические версии будут повреждены. Изображения будут доступны для других исследователей, которые изучают состояние австралийской природы. Большой интерес вызвало использование информации из коллекции для того, чтобы попытаться понять влияние крупных лесных пожаров на окружающую среду. То есть те явления, которые произошли в 19-20-х годах. В картодром превратилась одна из улиц Ла-Паса. В столице Боливии проходят гонки на безмоторных автомобилях. Сотни детей катаются на четырехколесных тележках. Их родители выполняют роль моторов. Задача изо всех сил толкать самодельные карты. В этом году в соревнованиях участвует вдвое больше людей, чем в прошлом. Мероприятию отмечу более 70 лет. Победителем становится не только самый быстрый автомобиль. Также призы выдают за изобретательность и за интересный дизайн. Мы с сыном работали над этим автомобилем три дня. Он занимался покраской, а я исправлял поломки. Гонки очень красивое, но опасное зрелище. Но это нормально. Они вдохновляют нас. Сюда я пришел, чтобы поддержать сына. Мы на этом закончим. Немного позже вернемся. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова